праздник суккот изучает книгу каэлит которую мы с вами изучаем сидят шалаше изучает книгу что все в этом мире и вели вели все это мире пар паров как раз это очень подходит и кушают пьют в это время в в шалашах общаются с друзьями это называется от семь дней первый день праздник второй день праздник не второй последний день праздника праздник такой как шаббат первый день как шаббат а все между ними дни это называется холямоид холямоид это будничные праздники будничные то есть праздничные будни или будничные праздники значит вот у нас сейчас неделя неделя значит такого вот жизни в шалашах и почему надо жить в шалашах вот как раз мы вчера остановились на на очень интересная такой идеи, что тот, кто любит серебро, любит деньги, он не насытится деньгами. А кто любит, чтобы было у него много всего, да? Значит, Бэамон. Мишу Аявши Юлю Камуйот Мазон Бэамон. Чтобы у него было много всего. Знаете, там много, вот я когда-то, есть разные люди богатые, есть люди богатые, которые скрывают свое богатство. Они вот богатые, но они копят, копят, там, зарабатывают, но как-то они не показывают, не афишируют. А есть люди богатые, которые очень афишируют. Они как цари такие, у них свиты, за ними ходят, куча помощников какие-то, там и они все время, вот ресторан, значит, там 20 человек, то есть он, я когда-то знал одного очень такого хорошего, богатого, доброго человека, который он просто, он тратил в месяц там по 150-200 тысяч долларов, вот просто так, это карманные деньги. И вокруг него постоянно было ОМОН вот этот вот, много вокруг него было людей. И он не насытится никогда, потому что вокруг люди, они все хотят больше, больше, у каждого же есть есть 100, он хочет 200, из 200 хочет 400, 400 хочет 800. И вокруг этого богатого человека, который не может насытиться сам, вокруг него собирается вот такая же ненасытная, значит, группировка. Гамзе Эвель, он говорит, ну это же все иллюзия, говорит царь Самон. Бербот, а то ва, когда увеличивается добро, да, увеличиваются те, кто его едят, это добро. Это есть известная история, когда там Сергей Николаевич до 40 лет не знал, сколько у него есть любящих друзей и родственников. А как он об этом узнал? Когда он купил виллу на берегу моря в Испании, то сразу начали к нему много людей звонить и говорят, мы хотим приехать к тебе в гости. Но пока он виллу не купил на берегу моря в Испании, Сергей Николаевич не знал, сколько у него любящих друзей и родственников. Вот здесь Бербот, а то ва, когда увеличивается у человека добра, у него много, то у него увеличивается ахлет, тех, кто кушает это добро. У матишронлибалия, а что остается тогда хозяину этого всего, да? Какой ему ревакс это, какая ему прибыль? Значит, Тим Руут и Нав, что только видели его глаза. Вот глаза его видели. Есть у меня тоже один приятель, он вначале был, вот когда я его знал, я его знал еще с 90-х. В 90-е он был богатый. Он был богатый. Потом он в... Это был конец 90-х. Потом я его встретил в 2010 году, где-то в 2008-е даже, да. Он... К тому времени у него вообще не было денег. Он очень тяжело жил, прям реально, ну вот, очень тяжело. Хотя очень хороший человек, бизнесмен, но как-то ему не шло, не шло, не шло, не шло. Потом ему пошло. Так ему пошло, поперло, что он купил там себе за 200 тысяч рейндж-ровер, квартиру за миллион долларов, там. Значит, ну вот просто там положил деньги в миллион, там миллион. Он очень такой разумный, ну, очень хороший парень. Что дальше происходит? Вдруг все, вот куда он вложил деньги, везде все это банк закрывается, програет, пропадают деньги. Туда вложил деньги, арестовали бизнес. Туда вложил, арестовали, то есть он теряет все. Теперь, а квартира у него оставалась в Киеве, да, и есть, но он, война, он не может жить в Киеве. И что получается? Представляете, как бывает? Так он говорит, а что человеку остается с его богатства-то? То, что видели глаза, то есть он вспоминает, думает, да, было дело, было время, да, когда, ну, просто там, ну, вот все было. Теперь дальше говорит он царь Соломонову. Хорошо, если вы надеетесь на это, кстати, я слушал уроки Рам Замир Коин, который эту книгу, вот, комментарий он написал. Он говорит, вот, кто больше от жизни получает удовольствие, богатый, или человек, который там, среднего достатка, или даже тот, кому не хватает. Говорит, давайте я на примере вам приведу пример. И вот он приводит такой пример, что живет одна семья, муж работает, жена работает, денег хватает, только закрыть месяц. Нет у них вообще излишков никаких. Ну, значит, жена говорит мужу, слушай, давай купим в салон диван новый. Он говорит, я не хочу в долг брать деньги, не хочу никакой там диван в салон, нормальный диван. Она говорит, не, ну, давай как. И начинает откладывать там две стешители, там, 50 долларов, отложила, 100 долларов, все. Через там, два года накопила она на диван, там, 3000 долларов накопила на диван, да. И они идут вдвоем, значит, идут, выбирают, в одно поехали, там, в воскресенье по магазинам, в другое поехали, по магазинам посмотрели. В общем, через три воскресенья выбрали они диван, который им обоим нравился, заказали диван, и две недели ждут этот диван, и приходит им этот диван, и они такие счастливые, этот диван, они, то есть, удовольствие, это сигнал в нервной системе. И они все это время, пока они выбирали, ждали, получили, они получали огромный вот этот сигнал удовольствия от того, что они реализовали какую-то свою там мечту или цель. Теперь он говорит, на этой же улице живет другая семья, он бизнесмен, богатый, работает, она, значит, деньги тратит, направо, налево, значит, все. И тут она ему звонит, говорит, слушай, я хочу новый диван купить. Он ей говорит, слушай, ну, посмотри в интернете, у тебя же карточка есть, значит, посмотри, выбери, заплати, там, привезут его через несколько дней, заплати там, за экспресс-доставку, привезут. Она хорошо, посмотрела в интернете, выбрала диван, значит, и приехал через, там, через неделю диван. Он говорит, кто больше удовольствия получил от дивана? Та семья, которая среднего достатка или у которых вприты хватает? Или вот эта вот, семья богатая? Говорит, конечно, человек, который, для которого, это очень интересно тоже, есть такой в психологии термин, гидонистическая адаптация. Вот, например, была принцесса на горошине, да, вы знаете эту сказку. Вот в начале эта принцесса, и у нее была очень удобная кровать, но она к ней привыкла, говорит, что мне неудобно. Ей привезли еще более удобную кровать. Она, о, классно, это удобно. Полежала, полежала, говорит, что-то мне уже тоже неудобно. Значит, понятное дело, что если она уже сверхудобной кровати приехала в гостиницу, то она уже там недовольная, не спит ночью, потому что это же не так удобно, как у меня дома. И в итоге она загнала уровень своего комфорта на такую высоту, что у нее одна горошина под 20 матрасами уже доставляла ей страдания. Получается, человек, который гонится за комфортом и все время повышает планку своего уровня потребления, то он, наоборот, загоняет себя в ситуацию, когда ему от всего он будет получать страдания. То есть, получается обратный эффект. А человек, который, наоборот, выбирает эстетический образ жизни и который такой неприхотливый, он, наоборот, для него все, что выше, чем вот этот его эстетический и неприхотливый образ жизни, доставляет удовольствие. То есть, уровень его удовольствия намного выше, представляете, чем уровень удовольствия у человека, который загнал себя на высокую степень потребления. И вот, 3000 лет назад царь Самон нам продолжает 11-й отрывок 5-й главы, он нам говорит такую вещь, говорит нам такую вещь. Значит, 11-й отрывок, он говорит, сладок сон работника. Увет это, есть амаль, амаль это чрезмерный труд, да, изнуряющий труд. А есть увет, это авода, это такой приемлемый труд. Сладок сон работника, вот он до 6-ти отработал, пришел домой, и значит, он сладко спит. если он много кушал, или он мало кушал, а сытость богатому не дает ему уснуть. Это мы уже вчера проходили. Действительно, в Перте, вот мы тоже учили, что умножающее имущество умножает заботу, и человек, у которого много имущества, какие-то разные проекты, процессы, они не заканчиваются, когда он лег спать. Мозг продолжает прокручивать, искать решения каких-то задач. Тут не сходится, там не сходится. Тут кассовый разрыв, тут инвестиция, тут, а вдруг он какой-то главный работник ушел. Тут, значит, в этот самый, как муж приходит домой, такой вот директор крупного предприятия, там вообще ходит такой, не может место себе найти. Жена ему говорит, дорогой, что ты такой неспокойный, да, ты в стрессе? Говорит, да, я в стрессе, у меня стресс, у меня очень, пять тысяч человек на заботе работают, и плюс у меня еще какие-то есть там отдельные вдруг неожиданные форс-мажоры неприятности. А она ему говорит, она же была из Академии Счастья, она говорит, дорогой, успокойся, во-первых, гибкое смышление, не у тебя, а у нас, сразу тебе легче, да, у нас проблемы, и вообще-то не проблемы, а у нас ситуации. Ситуация это когда и желаемое, действительно, и ситуация вот складывается так, что желаемое с действительным не сходится. Тебе легче стало? Он говорит, ну, в принципе, да, легче стало, да. Она говорит, а теперь давай разберем каждую ситуацию в отдельности, вот у нас, какая ситуация тебя больше всего волнует, какая у нас ситуация? Он говорит, наша секретарь от нас беременная, такая у нас ситуация, наша секретарь от нас беременная. И вот, значит, дальше продолжает царь Самон. Есть, говорит, ра хола, раити таха та шемеш. Видел я еще одну, говорит, болезнь, прям болезнь, он говорит, очень плохую болезнь видел я под солнцем. И эта болезнь, это просто вот, ее нужно выделить, заучить наизусть этот отрывок, и его показывать всем людям, которые, которые зациклены на богатстве. Говорит царь Самон, богатство, сохраненное хозяину для его зла. Значит, он говорит, это болезнь, очень плохая болезнь в мире, которую я видел. И пропал, он говорит, это богатство. Каким-то очень плохим аспектом он пропадает. И родится у него сын, и нету у него ничего. Нету у него ничего. Когда он все потеряет, родится сын, и нету у него ничего, дать этому сыну. Годольца, Рома и Адам, и вот тот, кто был богатым и потерял, его страдания намного больше, чем у человека, который никогда не был богатым. Потому что он не может своему сыну ничего дать, даже немного от того богатства, которое когда-то у него было. Он тогда вдвойне страдает. Значит, одна из самых первых историй, которая мне приходит как иллюстрация этого отрывка, вот сразу мне всплыл Игорь Валерьевич Коломойский, человек, который был в тройке самых богатых людей Украины, который был, ну там, миллиарды долларов, который был невероятно, значит, влиятельный и могущественный. и сейчас он находится в тюрьме. Я считаю, что, опять же, очень, то есть, человек, который был на самой вершине славы и влияния и богатства, а сейчас он находится в такой ситуации, то его страдания очень большие, очень большие его страдания. И мы видим, что, ну, можно приводить много примеров еще таких, как, таких случаев сплошь и рядом. Я приведу другой пример, очень простой. Я читал, что в Калифорнии поймали банду, которая в 90-х, конец 90-х, они специализировались на том, что люди, которые уезжали из бывшего Советского Союза и переводили деньги в Америку, тогда, ну, люди только начали зарабатывать, это, ну, такой очень термин, они начали тогда растаскивать весь Советский Союз, то есть, буквально за после этой перестройки, называлось это время семибанкирщина. Семь человек они растащили, можно сказать, при Ельцине всю страну, полностью ее растащили, распродали, раз это, и, значит, дальше эта страна, она перешла в руки преступных группировок, потом ФСБшники забрали у преступников, не все, не у всех. Ну, в общем, много людей в это время уезжало с деньгами, с какими-то, уезжали в Америку, в Лос-Анджелесе. Эта банда, там было пять человек, я считал, просто их судили и посадили там, на большой очереди строки. Они воровали этих людей, требовали выкуп, но они убивали всех все равно, они получали от семьи выкуп и убивали, бросали в озеро. двадцать шесть человек, двадцать шесть человек, они убили, пока мы с них поймали. И это как раз самый крайний случай, это богатство, которое было для хозяина, для его зла. И если он потерял богатство, но остался хотя бы жив, это не худший случай. Он тогда страдает, особенно если у него рождается сын, которому он ничего не может дать, но это еще не самый худший случай, потому что бывают случаи похуже, как говорится на одной шестой части Суши, да, эта поговорка, она была очень сильная всегда, что от тюрьмы и от суммы никто не застрахован. И действительно, то есть вот бывший Советский Союз, там сейчас идет война, Россия, Украина, то есть там есть очень одно важное слово, которое является, мне кажется, духовной причиной вот всех войн, которые происходят. Так, во всяком случае, говорит Тора, что из семи заповедей для потомков Ноаха, для всего человечества, Бог сказал Ною следующую вещь. Он сказал, есть одна первая повелевающая заповедь, которая является основой существования людей на земле. Это справедливый суд. Честный, справедливый суд, для которого все равны, которым людей судят по закону. И если этот суд не выполняется, то тогда небесный суд, он подравнивает. Я вырос в Советском Союзе, в Советском Союзе было свое беззаконие, то есть это был, в принципе, такой узаконенный грабеж, когда у людей не было понятия, как частная собственность, все должны были работать на государство, все принадлежало государству, это вообще чистое рабство. Это был рабский труд и рабский строй, когда человек не мог высказать свое какое-то мнение, у него не было своей идеологии. Потом, то, что дальше произошло, начиная с перестройки, то это было конкретно беспредел и беззаконие. И это было полностью. И Россия, и Украина беспредел и беззаконие. И это, конечно, ну, это очень печально, можно так сказать. Хорошо. Дальше продолжает царь Саламон. Каашер и Ацами Бетен и Муарум. Говорит, когда человек выходит из живота матери, он выходит голый. Арум. Яшу в ла леха кашиба. И уйдет он из этого мира, как пришел. Душа Арум. Это тоже интересно человека, когда умирает, он ничего с собой взять не может. Вообще ничего не может с собой взять. Есть тоже интересная история, как был один еврей в Праде. Это такая реальная история. Где-то это было лет 250-300 назад. И был Раф Праде, насколько я помню, Раф Атива Идер. Или Раф Атива Идер, или его звали или Раф Моши Исерлис. Я не помню, про него или про него рассказывают эту историю. И был в этом городе один еврей, который занимался, он был ростовщик, и он давал деньги в рост. А по Толе запрещено давать деньги под проценты. Там есть, ну, там, целая насчет этого история, что запрещено давать деньги под проценты. И, а этот давал, и он вышел прямо против Рафина, говорит, а мне все равно, что в Толе написано, я ничего не соблюдаю, и он ничего не соблюдал. И вот он давал деньги в рост, значит, а в Толе написано, что те, кто дают деньги под проценты, они не встанут на воскрешение из мертвых. В общем, он умер, а его сыновья, они хотели его похоронить на еврейском кладбище. А Рафин дает постановление, говорит, он отказался соблюдать Тору, отказался соблюдать еврейские законы, значит, он на еврейском кладбище не может быть похоронен. Они настаивают, как это так, он все равно, даже если он не соблюдал законы, но он еврей, по закону он может быть похоронен на еврейском кладбище и должен был быть похоронен. Равин говорит, хорошо, значит да, он может быть похоронен действительно, но значит плата за хоронение там тысяча или там десять тысяч золотых монет на благотворительность, он же никогда не давал на благотворительность, значит вот сейчас десять тысяч золотых монет. Сыновья пошли к мэру города и говорят, что творится страшная несправедливость, потому что всех хоронят бесплатно, а нас требуют десять тысяч золотых монет. Мэр города Праде вызывает этого Равина и говорит, почему несправедливость такая творится. Уважаемая семья, ну да, они дают деньги под проценты, но нельзя же это делать по-вашему, а по-нашему можно закону. Значит, почему его хоронить не хотят? Равин говорит, у нас все по закону, все четко по закону, как должно быть. Он говорит, по какому такому закону? Он говорит, вот написано, что те, кто дают деньги под проценты, они не встанут на воскрешение мертвых, а все встанут, когда придет Маше, потом будет воскрешение мертвых, значит мы всех хороним временно, а его на постоянную. Так, мы ему на вечность землю выделяем, поэтому с него десять тысяч долларов. Ну, мэр города посмеялся, говорит, решайте ваши вредские дела сами, значит по закону вроде правильно, потому что он же на вечно похоронен, а другие встанут. В общем, говорит нам здесь царь Соломон, что как выходит человек из живота матери голый, так он и возвращается в землю голой. И он говорит, ничего не возьмет он от своего труда, который он собирал в своей руке. И говорит царь Соломон на это, что он на это сказал? Гамзэ говорит, ра хула, коль ума чу ба кен елех, ума и трон ло ше амал ларуах. Он говорит, это тоже, говорит, плохое, говорит, это как болезнь такая, да, получается, что все, что человек зарабатывал, все, ради чего он трудился, какая польза ему от этого? Получается, он трудился на ветер, на пустоту, ничего он с собой не заберет. И дальше, вот интересно, это прям для многих бизнесменов актуальный текст и сегодня. И также все свои дни он в темноте кушает. И очень много он гневается и болеет и гневается, да, тоже другое оттенок гнева. Значит, кто занимается бизнесом, именно малым, средним, большим, тем более, бизнесом, он знает вот эту вот особенность, что целый день бывает, не успеваешь ничего покушать, только вечером уже, да, добираешься до нормального поесть, потому что целый день то-то, то-то, то хочешь покушать себе спокойно, нет возможности. И, значит, все дни человек, который занимается таким активным бизнесом, он в темноте кушает уже вечером. И много гневается, очень много гневается, из-за этого болеет, все болезни от нервов. Почему? Потому что, когда есть много людей в цепочке, поставщики какие-то, те, те, закон, а тем более, беззаконие, только человек там построил что-то, приходит пожарник, давайте взятки, приходит этот, давайте взятки, пограничник, налоговая, бандиты. Значит, ну они могут к тебе не прийти, но они могут прийти к тому, кому ты поставляешь свою продукцию, или к тому, кого ты покупаешь. Теперь самое тяжелое в любом бизнесе это люди, потому что сотрудники, они кто-то развелся, кто-то женился, кто-то переехал в другой город, кто-то работать не хочет, кто-то обижается, кто-то, сейчас же много адвокатов, ему адвокат посоветовал, а ты подай на работодателя в суд. Вот в Израиле очень много есть сейчас адвокатов, и все хотят заработать, и они прям реально очень много советуют сотрудникам подавать в суд на работодатели, а другие адвокаты защищают работодатели. И значит, и все, и все адвокаты нормально зарабатывают, а работодатели и работники, они, ну, борются друг с другом, а потом не спят ночами, потому что суда это нелегко, и болеют. Вот, говорит, царь Самон, 17-й отрывок, Ашера Раити, Ани, Тов, Ашер Яфель, а, он говорит, все, давайте на этом остановимся, хороший отрывок, вот сейчас последний, да, а что делать, и уходим на праздник. Вот, говорит, Раити, Ани, Тов, Ашер Яфель, и Хольб, или что-то, говорит, но я видел в жизни и добро, говорит он, все, нашел я добро. Что добро в жизни, вот все, сейчас прочитаем и начинаем делать. Ашер Яфе, и это прекрасно, это делать. Что же прекрасно делать? Лэйхоль, вэлештод, кушать и пить. Вэллирод, това, бэкорамало, и видеть добро во всем своем труде, наслаждаться от процесса своего труда. Шиямоль, тахаташема, что ты трудишься под солнцем. Миспар, ямэйхаяф, считанные дни своей жизни, которые дал ему всесильные. И ухилко, это твой удел. Он говорит, смотри, у каждого человека есть к чему-то призвание и талант. И вот, если ты, даст Бог день, даст Бог пищу. Вот ты сегодня, у тебя есть еда? Есть еда. Есть что пить? Есть что пить. Поработал ты над любимым делом даже тот же бизнес, но если тебе нравится. Поработал. Сядь вечерком и подумай, что не надо гнаться за какими-то иллюзиями, не надо там начинать какие-то новые проекты. Выдели себе время, сядь, покушай, попей, порадуйся своему труду. Это твой удел в этом мире, нет другого. Все иллюзия. Завтра, будущее, накопить. Черный день, не черный день. Будет. Ну, то есть, мы видим, что все, иллюзия и все совсем идет не так, как мы планировали. Вот эти все десятилетние планы. Мы же видим, как оно все рушится, да? Спокойненько. Есть сегодня что кушать? Поработал, заработал. Увиди это. Насладись этим. Кайфони от этого. Занимайся тем, что ты любишь, а не тем, что... Вот я сейчас 10 лет поработаю, а потом я когда-нибудь, значит, получу результат и кайфану. Нет, а потом, может, и не быть, а может, не получится. А может, через год все закончится. Поэтому занимайся тем, что ты любишь. Значит, когда ты знаешь, что ты любишь, научись от этого кайфовать в режиме реального времени. И, значит, все будет хорошо. Это тот удел, который дал человеку всесильный. Если ты при этом помнишь Бога, еще его благодаришь, то ты можешь рассчитывать на продолжение. Show must go. Всему этому я, кстати, обучаю в Академии Счастья. Курс Мастер Счастья или есть практикум 10 Шагов к Счастью. Все это как раз когда-то я понял. И, слава Богу, сейчас практикую уже несколько лет. Это кайф. И началось все с этой книжечки. Вот эта книжечка, она была первая. Happiness, да? Формула Stories and Insights. Сегодня 17-й отрывочек, 17-я глава. И автор здесь дает советы, 75 советов этой книги по поводу того, как увеличивать happiness, счастье. Я вот начал изучение с этой книги, поизучал, столько я книг, произучал книг, курсов. Вот видите, the power of happiness in your approach to getting the life you want. Соня Любомирский. Вот эти, вот эти. Happiness, это и есть самое главное. Увидеть добро, которое есть, оно есть в жизни каждого из нас. Увидеть и уметь им насладиться. То есть, нырнуть просто в бочку меда. А ложки дегтя, которые есть тоже, безусловно, есть в жизни у каждого. С помощью обучения и мудрости эти ложки дегтя, их изолировать и выбросить. А лучше продать. Деготь можно продать. Хорошо? То есть, деготь тоже используется для каких-то дел. Теперь, 17-я глава. Make music in your mind. Создавай музыку в твоей голове. Значит, был такой великий раввин, раби Мэйр Шапира, который был величайший, величайший мудрец. Умер молодым. По-моему, даже до 50 он не дожил. Жил он в городе Люблин, где-то около 100 лет назад. Он основал, Люблинская ешива такая была. И он говорил такую вещь. Всегда он своим ученикам говорил, и сам он был всегда в радости. Он говорил, everything we do in life we should do with joy. Он говорит, все, что мы делаем в жизни, мы должны делать с удовольствием. Даже умирать. И когда он уже был на смертном одре, как говорят, такое выражение есть, на смертном одре. Не знаю, что такое одро, но вот так говорят. И был он на смертном одре. Вокруг него собрались его ученики. И он попросил своих студентов to dance and sing around his bed. Это документальный факт. Он просил их танцевать и петь вокруг его кровати. Какой amazing был он teacher. Как он был великий учитель. Что он для них своей даже смертью показал важность вот этого вот. Того, что он говорил им каждый день. Что все, что ты делаешь, делай с удовольствием. И был такой рамбам, который величайший кодификатор. То есть есть Мишна Тора. Это как все законы Торы в одной книге. И там он пишет, что если кто-то... Он советовал людям так. Если кто-то чувствует грусть, listen to music. Слушай музыку. Он говорил, музыка выводит из грусти. И раньше, а начинается, я забыл уже прочитать. Первый был отрывок, что Рамоша вот этот вот Шапира, Мэг Шапира. Он советовал своим ученикам, это же 100 лет назад было. Когда вы идете на свадьбу, на свадьбах играли эти клейзмеры, веселая музыка, танцевали. Он говорит, запомните эту музыку и возьмите ее у себя в голове. И дальше пойте ее, танцуйте ее, повторяйте ее. Чтобы у вас всегда играла музыка в голове. Он говорил, танцуйте, пойте, радуйтесь. Автор книги пишет, что мы можем в наше время не только делать music in your mind. Мы можем включить просто музыку, порадоваться и потанцевать. И сейчас заповедь из Торы. Конкретно в Суккот, мы сейчас заходим в праздник Суккот. Есть несколько заповедей из Торы, которые мы можем выполнять. Жить в Суте, это заповедь из Торы. Все 7 дней, сам процесс нахождения в шалаше, в смысле о том, что я в нем живу, значит, это заповедь из Торы. Поэтому есть люди, которые вообще не выходят из Сути, не едят за пределами Сути, не спят за пределами Сути. Все, 7 дней живите в шалашах. Это первая заповедь из Торы. Вторая заповедь из Торы, это есть 4 вида растений. Таких вот, Этрок, Лулав и так далее. И, значит, эти 4 вида растений, ими нужно, значит, ну, сказать, благословение и там потрясти. Третья заповедь из Торы называется, Весамахта Бхагеха. Будь радостен в празднике. В основном вот в этот Суккот. И каждая минута, секунда радости в эти 7 дней, которые наступают сегодня вечером, она является заповедью из Торы. Поэтому нужно взять ортестер себе в голову. И даже он на смертном одре, он молодым умирал, у него детей не было. И он радовался, и даже здесь можно радоваться. Те, кто говорят, что нельзя радоваться, у нас в Академии Часка учится одна женщина. Она, значит, инвалид, уже 25 лет. Она упала с большой высоты, у нее парализовано тело ниже груди. И там кто-то писал, вот у меня проблемы, там не могу радоваться. Она написала ему, смотрите, как вы не можете радоваться. Я, когда, ну вот, упала, мне врачи сказали, что, значит, вам страшно повезло. Обычно при таком падении ломают шею, и вообще человек полностью парализован или умирает. А у вас руки остались. И она с этими руками, которые у нее остались, она родила несколько детей. Она там олимпийская чемпионка или чемпионка мира по инвалидам, среди инвалидов по какому-то спорту. Мы прям статью про нее написали. И удивительная женщина, которая умеет радоваться тому, что у нее руки есть. Она говорит, а чего же вы не радуетесь, когда у вас все остальное есть? У вас руки, ноги есть. Как бы нечему радоваться в жизни. И вот сейчас мы неделю тренируемся в Эсамахта, БХГ, радуемся 7 дней. Прямо конкретно стараемся сильно радоваться. Все, всем удачи, успехов, радости. И чтобы заслугу радости в суке. Значит, да, сильная женщина, опять сфера ее история есть, вот Дмитрий пишет, да, я волю поражаю. И вот, значит, все, заслугу радости того, что мы стараемся постигать волю Всевышнего. Чтобы Всевышний восполнил каждому из нас то, что нам нужно. И Никучич, например, он верит, что когда придет Машех, что у него вырастут руки и ноги. И я думаю, что действительно все в этом мире возможно. Слушайте, мы видим сейчас такие чудеса, которые происходят. Поэтому Всевышний может восполнить каждому из нас все, чего не хватает. В заслугу того, что мы благодарим за то, что есть. Потому что тот, кто не умеет благодарить за то, что есть, так ему нет смысла что-то давать. Он и тоже не будет благодарны. Поэтому вначале научимся быть веселыми и радостными от того, что есть. А потом Всевышний нам добавит. Все, всем удачи, успехов. И встречаемся завтра урока не будет, потому что праздник как шаббат. А послезавтра встречаемся. Все, удачи, хороших праздников. Как сугрот самех. Шаббат шалам будет скоро уже, да, тоже. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok